Сегодня полетаем над Геленджиком и вы узнаете о городе много чего интересного. 28 июля 1831 года на тонкий мыс Геленджикской бухты был высажен десант сухопутных войск. Эта дата является основанием Геленджикского военного укрепления, в последующем поселение Геленджик. С 23 марта 2001 года Геленджик является курортом федерального значения. Геленджик расположен у подножия Маркотского хребта, в бухте между тонким и толстым мысом. Расстояние между ними 1850 метров, что равняется одной морской миле. Тип климата в Геленджике среднеземноморский сухой, субтропический, схож с климатом южного берега Крыма. За счет того, что горы расположены близко к морю, Нордос не такой сильный, как Новороссийский. Значительное влияние на температуру воздуха оказывает море. За счет того, что температура его нижних слоев не опускается ниже 7 градусов тепла, и в результате постоянного передвижения слоев морской воды, в летние месяцы море охлаждает, горячий воздух, а в зимний – согревает. Численность населения города никто точно сейчас не назовет. Разные источники говорят о 70, и значения доходят от 120 тысяч. В городе живут русские, украинцы, армяне и греки. Солнечные деньки приходятся с марта по октябрь, но могут держаться и до декабря. Вода в море комфортная для купания с марта по сентябрь. В Геленджике есть свой аэропорт. В настоящее время строится новый красивый аэровокзал в виде чайки, который будет включать в себя международный терминал. В 40 километрах от Геленджика находится город Герой Новороссийск, где расположен железнодорожный вокзал. Также многие отдыхающие, чтобы попасть в Геленджик, пользуются аэропортами Анапы и города Краснодара. В центре города расположена скульптура белой невесточки, поставленная в 2010 году и сделанная из бронзы, покрытая специальным белым раствором. С турецкого Геленджик переводится «белая невеста». И название связано с периодом нахождения территории Геленджика под властью Османской империи в период с 15 по 19 века. Отмечается, что работорговцам нравились местные девушки-черкешенки, которых увозили в Турцию. В Геленджике множество развлечений и вариантов для отдыха. От банальных пляжных развлечений возле моря до интересных индивидуальных экскурсий в горы и по винодельням. В городе есть замечательный зоопарк-сафари-парк, две канатные дороги в горы, откуда открывается отличный вид на город, море и бухту, два аквапарка «Дельфинари» и «Океанариум». Ну и, конечно, самое главное – визитка города, ее набережная длиной 11 километров. Берите велосипед или просто обойдите ее пешком. С вами был Альберт, канал Тревелинрф. Тревелинрф. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok